итак дорогие друзья доброе утро всем доброе утро мы продолжаем изучать тором из иерусалима из святого города иерушалима земле израиля все прилетело сюда сижу в карантине и продолжаем где бы ты ни был ты всегда находишься в одном месте где у себя в голове то есть ты можешь быть территориально твое тело может быть любом месте но ты всегда как бы я она всегда в одном месте в уме в мыслях и я сейчас тело находится в карантине а мысли находятся в уроке торы в мишле притчи царя соломона в без можно сказать это как беседа с мудрейшим из людей шломом элхам царь соломон он обращается через книгу ко мне каждому из нас а через него говорил бог это очень удивительная вещь изучая тору ты имеешь возможность присоединиться прямо к богу то есть идет тора это как мысли бога идеи бога планы бога приказания заповеди бога и так далее это очень приятно с утра 20 минут пообщаться со всевышним правда проводники все время проводники разные это как свет когда идет то одно стекло чистое другое стекло грязное третье стекло вообще витражи и доходит тогда свет цветной какой-то до совершенно не такой который он выходил поэтому надо это понимать что 70 лицу торы что каждый интерпретирует божественное знание так как ему кажется но тем не менее доходит до каждого из нас внутри и потом внутри вертится и дальше рождается что-то свое это все божественное все равно процесс если ты пытаешься сварить свою жизнь без использования системы мировоззрения торы создать себе где-то решение и так далее то результат получится так себе то есть будет какой-то результат но так себе если же все-таки у тебя фундамент фундаментальные мысли это тора тогда тогда есть возможность родить в своих решениях что-то настоящее такое глубокое и так мы остановились на двадцать втором отрывке что что если тебя кто-то обидел твой ненавистник да и он голодный и ему надо пить дай ему хлеба и воды потому что двадцать второй отрывок как как угли кладешь что ему на голову и бог и шалим на лыха то есть бог тебе даст награду по-любому если ты не мстишь не злопамятный то ты уже в плюсе у тебя нет внутри нет внутри вот этой вот ненависти и грязи которая есть у человека злопамятного и которые которые таит зло держит зло варит это зло это страшно бывает вот люди они не могут простить годы другим и они из-за этого прям страдают у них прямо никак яд внутри носят всем помог и он такой сияет счастливый очень успешный богатый четверо детей своих он говорит я решил не носить себе вот эту вот боль потому что если я ношу обиду то это боль а зачем мне носить себе более не хочу выносить боль я каждому нашел оправдание каждому нашел каждого простил каждый не понимал делал ну там был не в себе и так далее опы у меня нету более у меня нету ни на кого обиды теперь то есть мы знаем как вести себя с этими ненавистниками дать ему еды воды если он перестанет тебя ненавидеть тогда тогда отлично вообще все между вами заповеди любовь если он продолжает тебя ненавидеть то ему это будет неприятно но ты зато отлично себя чувствуешь бог ты выполнил то что бог от тебя хочет это мы остановились на прошлом уроке сегодня у нас 23 отрывок он начинается со слов руах цафон ты холель гэшин значит переводится так северный ветер ты холит несет дождь вообще какая-то тут диаграфия вообще непонятно далее как это в климатические изменения да уже три тысячи лет назад царь сам он писал северный ветер он несет дождь у по ним не за ним наш он супер значит по ним не за ним это в такие хмурые лица по ним не за ним даже гневные лица до которые раздраженные лица речь кривитника наш он satyr satyr это то что сказано в тайне и здесь нам без комментаторов конечно это не поймешь но те которые тысячелетиями не следу традицию шломом он же он объяснял что он имел ввиду и наши мудрецы тысячи лет имеют традицию что он объяснял и вот они говорят смотрите это молден комментарий малбина он говорит так когда земли поднимается пар испаряется вода молден жил кстати 150 лет назад и потом эта вода собирается в облака идет северный ветер облака охлаждаются и идет дождь это процесс то есть казалось бы это две не связанные абсолютно вещи то есть тут пар испаряется а значит испаряется тут северный ветер и начинается дождь так он говорит точно так же точно так же как северный ветер создает из этого пара дождь точно так же слова клеветника лошонара сказанные в тайне вызывают хмурые лица он говорит смотрите один человек другому сказал про третьего лошонара ну как какое-то злоязычие да он его оклеветал и так далее значит он его оклеветал теперь два человека получается тот кто оклеветал и тот кто поверил в эту клевету они думают у них в голове создалось такое некое негативное облако относительно того о ком они это сказали этот человек о котором они это сказали он это послушивал он это не услышал а на духовном уровне он это почувствовал и у него хмурое лицо и у этих двоих хмурые лица то есть получается что лошонара злоязычие любая негативная информация сказанная о ком-то с целью его опозорить и сделать ему зло она сразу же как как вызывается дождь вот этим северным ветром из облаков также клевета которая даже еще не дошла он ее не услышал то таком сказали вызывает хмурые лица великий мудрец рашера рабешлом и цкате он говорит что хмурые лица по ним за по ним не это имеется ввиду у бога то есть они создают когда мы говорим о будем мы говорим о о сущности духовной который который всем управляет и как бы тот ну бог создатель творец всесильный и вот там создается хмурость так я понимаю слова раньше что вот эта клевета она вызывает негативная негативная вот это духовное пространство это очень легко проверить это очень легко проверить потому что до этого мы изучали в такую очень известную у него есть шлома молока одна из моих любимых в мишли таких формул правил к маем по ним ли по ним как человек смотрит воду и видит свое отражение как лево дам лево дам также сердце человека отражает твое к нему отношения что отсюда следует человек который внутри ненавидит другого он сказал третьему и вот тот вот третьих не может два человека относятся плохо он это чувствует и его сердце отражает их к нему отношения и у всех морые лица хотя они могут слова не сказать и как бы здравствуйте здравствуйте как у вас дела все нормально а внутри у каждого вот такая вот ненависть все теперь интересно меня просили сегодня сделать этот урок лилу нишмат галина бат михаил для поднятия души галины дочки михаила это ее родственники попросили сделать это вчера или позавчера умер михаил жванецкий михаил михаил жванецкий наверное у него еврейское мячу другое но на небе знают что михаил сын михаила и вот я разместил как раз его фотографии он в тфилине он в в в возле торы то есть он был верующий он говорил о боди в и значит у него есть зацепка какая-то туда подняться и чтобы ему тоже там было хотя уверен что у него много наверное есть хороших дел и радости от людей благодарности но значит пусть они с галиной бат михаил и михаил михаил жванецкий как говорят что пусть будут их души связаны с душами праведников живых потому что человек который при жизни был связан с богом он даже после смерти он живой он не прекращает свое существование а злодей который отказался от бога от духовности сказал ничего этого нет то он и при жизни уже мертвы потому что то что его тело пока двигается и ходит от магазина к магазину от зла к злу от кого-то там обидеть одного обидеть другого то значит эти люди живыми вообще не считаются хорошо продолжение этой же темы что как негатив очень плохо влияет на жизнь в двадцать четвертом отрывке царь сам он повторяет и отрывок который мы уже изучали до этого в других главах он его повторял в трех разных вариациях это уже третий раз он его повторяет значит он говорит так то в шевет альпинат гак мешать медианим убейт хавер дословно переводится так лучше сидеть на уголочке крыши то есть под дождем на свежем воздухе лучше сидеть на уголочке крыши они в доме до чем жена сварливая медианит это которая делает деним которая все время судится спорит которая и так далее да вот и бейт хавер в доме у у друга значит смотрите почему здесь этот отрывок приведен потому что есть такое понятие женщина сварливая есть мужчина сварливая женщина сварливая есть педант про которого в талмуде написано что его жизнь и жизнь потому что жизнь педанта все время будет жизнь педанта все время будет он все время будет в памяти и в стрессе потому что другие же люди не педанты и значит женщина медианит это такое понятие есть такие женщины которые все время не спорят ссорятся обижаются и так далее теперь почему здесь он приводит второй раз этот отрывок он говорит смотрите теперь мы знаем что если кто-то про кого-то думает или говорит плохо тот тот о ком говорят плохо это чувствует это чувствует то есть понятно да из предыдущего из 23 отрывка понятно что тот о ком говорит говорят плохо о ком пошла вот это вот плохая энергия он это почувствует и он тоже будет хмурым теперь если попадается женщина такая медианит и она все время она на всех друзей мужа вот у тебя друзья алкоголики а этот плохо это те не уважают это то как была жена короха жена короха она говорила ему смотри как мажера бену тебя ненавидит вообще он на все готов значит он даже сказал левитам всем побрить волосы и побрить полностью волосы на теле когда левитов посвящали в служении храме и пришел этот корох домой он же был левит он тоже пошел полностью побрит и жена говорит да как мажера бену специально тебя унизить это придумал он говорит так все же сделали все его родственники братья там не эти самые не братья племяните сыновья все левиты побрились а жена ему говорит чего только он не придумает чтобы тебя унизить это все ради того чтобы тебя корох унизить и она все поворачивала вот в то чтобы показать маша рабы короху что машар обойда против него она говорила все время гадости промашера бена и в итоге оно побудило короха восстать против маша рабы ну так вот здесь говорится про такую жену как жена короха и говорится томом он говорит смотри если ты сам даже с друзьями в хороших отношениях с друзьями с партнерами но если твоя жена их ненавидит и она про них говорит и думает плохо они это почувствуют они с тобой будут плохих отношениях поэтому лучше сидеть на крыше на углу крыши с женой вот такой свадьба то есть его надо изолировать от общества чтобы она не видела твоих друзей и твоих знакомых иначе ты с ними со всеми разругаешься чем жить в доме с друзьями вот сейчас исцеление моего мужа просит ли ли просит лео черкася черкаши черкашин чтобы было для рифа шлема леоницы татьяны и алексея чтобы он выздоровел от пневмонии чтобы было ему наоборот идите а молитва как работает когда один человек или двое или трое за кого-то молятся они создают наоборот позитивную энергию когда один двое или трое про кого-то говорят плохо они создают негативную энергию эта энергия влияет вот так работает на время злой глаз клевета и также работает в обратную сторону молитва в талмуде написано что если ты хочешь чтобы твоя молитва была услышана на небе помолись вначале за кого-то в том что в чем ты хочешь помощи например вот сейчас хочет лео черкашин чтобы выздоровели ее родственники которые в больнице вот она должна сейчас помолиться за всех кто болен час пневмонией особенно себя на кого-то лично знает чтобы они выздоровели и мой муж и сын там в том числе то есть этим она создает очень много на небе позитивная энергия так как все связаны то есть духовная сфера она она как бы мы видим что она общая да то есть один другому сказал гадость про 3 3 почувствовал один с другим помолились за 3 3 почувствовал то мы видим что мы живем некой общей сфере и чем больше будет добрых хороших людей которые не конфликтуют которые которые создают вот эту позитивную энергию тем больше в мир будет идти такой вот светлой благополучной энергии и чем больше будет людей которые злые на кого-то вот эта вся клевета злоязычие обиды и так далее тем к сожалению больше будет вот это негативной энергии понятно хорошо теперь и 25 отрывок нам завершает эту тему очень он прямо идет последовательно разворачивается тема духовного вот этой вот энергии говорит 25 отрывки царь шлому маем карим аль нефеш айфа как холодная вода для души уставшей ушма това мэрэц мэрхак также точно также хорошая весть добрая весть из дальней страны значит что имеется ввиду вот у человека есть тело и это тело у человека одно обычно устает нефеш это именно животное животное внутри наполнения животная душа так переводится это слово нефеш это та душа которая управляет тело и она устает бывает что она действительно устает человека он работает там так так у него душа это устало говорится сам он здесь кстати есть интересно для тех кто занимается обливанием или окунаются в холодные источники моржи разные так далее они могут теперь этот отрывок себе делать как как лозунг такой девиз из мишлей что даже царь сам он говорил холодная вода для уставшей души также хороша как хорошая весть для и земли дальней значит отсюда мы видим и объясняют комментаторы что холодная вода обливание холодной водой или просто попить холодной водички в жаркий день для уставшего человека она его оживляет и действительно я по своему примеру знаю что обливание в холодной воде дают такой выплеск позитивной энергии что просто невероятные да так он говорит точно так же для души хорошая весть и земли далекой когда человек долгое время находился где-то в долете от семьи и тут кто-то приезжает из его там города или из его деревни особенность это через море шло ему говорит ты знаешь у тебя такая семья классная все отлично дети здоровы значит в полностью там все все отлично и даже вот хорошая такая весть что как знаете анекдот когда штирлицу сообщили что он удостоен там ордена ордена какого-то ордена за отвагу честь рождения ребенка и штирлиц заплакал от радости ведь он не был дома уже пять лет это нехорошая весть это смешной анекдот что ему сообщили что у него родился ребенок а он пять лет уже дома не был это нехорошая весть но если человеку сообщили что у него все здоровы все дети здоровы жена здорово дома есть еда все отлично то это весть это это новость да казалось бы что в жизни изменилось ведь по факту то он не знает как там и за то время когда человек ехал из земли далекая все могло поменяться но в момент когда у него в голове появляется добрая весть и он думает что все хорошо в этот момент его оживляется душа в момент когда он получает на тело холодную воду оживляется его тело то есть и это равноценно равноценно для вещи все мы узнали что информационные позитивные вести и позитивная интерпретация вести и отсюда следует что когда человек благодарен когда человек радостен когда он видит хорошая когда у него добрый глаз доброе сердце хороший друг хороший хороший сосед то у него естественно на душе хорошо и значит и наоборот мы узнали сегодня что любая негативная информация даже не высказанная вслух уже оказывает негативное воздействие на жизнь человека на мир на судьбу людей поэтому давайте друг про друга и править всех людей думать хорошо что думать хорошо будет хорошо говорил один из любая стих рэба очень такое сильное высказывание и чтобы все были здоровы сейчас требуется всем здоровья чтобы все были спокойны радостны потому что когда человек спокойно радостен у него сильнее иммунитет и он легче справляется его тело с болезнями и чтобы все кто здоров начали обливаться холодной водой потому что это очевидно доказано что холодная вода усиливает иммунитет и дает силу для тела все удачи всем успехов помолитесь за всех своих близких далеких за больных за всех то есть помолитесь за всех что бог им дал здоровья подумайте какие все хорошие напишите список благодарностей дайте вокруг себя сегодня хорошие хорошие вести вот если вы знаете что-то сообщить что-то хорошее там друзьям знакомым и так далее или просто послать пару смесок спасибо 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 хороших новостей ты станьте источниками хороших новостей все всем удачи успехов хорошего дня до завтра